Все, включил. Так вот, мы поговорим о, собственно говоря, первых еврейских теологах или философах, которые появляются в средневековой еврейской культуре. Мы говорили в прошлый раз с вами о… Сейчас мне надо еще принять. Все нормально. Мы говорили в прошлый раз с вами о филоне Александрийском, да, и вообще об Александрийском еврействе, которое, конечно, оставило определенный след в еврейской культуре, но, по крайней мере, та философская школа или традиция, которая возникла там, в Александрии в частности, она на еврейскую культуру особого влияния не оказала, скорее оказала, если то, такое отталкивающее, да, потому что, если говорить о мудрецах Талмуда, они скорее с эллинистическим еврейством, в принципе, и со взглядами эллинистов, они скорее находились в некотором полемическом отношении, а эта Александрийская школа, в том числе еврейская, она повлияла на развитие христианской философии. Но надо сказать, что в еврейской культуре появляются в девятом веке появляются мыслители, так их назовем, да, чтобы пока воздержаться в какой-то точной характеристике, или философ, это или теолог, это Ицхап Исаэли, вы видите, да, его годы жизни, то ли 32-й, он действительно прожил довольно долгую жизнь, ведь почти, ну, не почти, а сто лет, либо с 55-го года, либо с 32-го года. Его арабское имя Абу-Якуб Исхак Ибн Сулейман Алисаэли, он был врачом, автором известных медицинских трудов, которые цитировались вплоть до 15-16 века, ну, и, может быть, и дальше иногда, да, ну, в общем, его медицинские труды были очень известны, писал он на арабском языке, некоторые произведения им написаны на иудеоарабском, иудеоарабский – это арабский язык, еврейскими буковками, он был лекарем основателя династии фатимидов, халифа Убайда, Аль-Махди, и в том числе был автором ряда трактатов, которые мы пока условно назовем философскими, сейчас мы поговорим более подробно о том, что же это за произведение. То есть его можно было бы назвать таким вот первым, в каком смысле, философом еврейским, который, как бы, возможно, не зависел от той революции, о которой я рассказывал, да, которую произвел Саадя Галов. До Саади, даже до Ицхака Исраиля, по-видимому, хотя, на самом деле, датировка жизни другого автора, дауде Аль-Мукамесе, дауде Ибн-Марвана Аль-Мукамесе, нам точно неизвестно, есть разные предположения, некоторые считают, что он жил в первой половине 9 века, некоторые говорят, что во второй половине 9 века, но вот есть ориентировочные даты, 20-90 год. И мы можем прочитать у Караима Гакуба Аль-Киркисани некую характеристику, которую он дает этому Аль-Мукамесу. Видимо, был такой довольно любопытная фигура. Вот он пишет, дауд Ибн-Марван Арраки, известный как Аль-Мукамес, был философом, его называют философом. Сначала он был иудеем, а затем в Ниссибине обратился в христианство под влиянием человека по имени Нана. И этот Нана, врач по профессии, занимал видное место среди христиан, поскольку был совершенным философом. И Аль-Мукамес учился у него в течение многих лет и изучил корни христианства и его таинства. А также стал искушен в философии. И он написал против христиан, то есть он вернулся как гуглудаизм, и написал против христиан две книги, в которых полемизировал с ними. И обе книги хорошо известны. Ну, они хорошо известны Якубу Аль-Киркисане, у нас этих книг нет. Он также перевел из книг и толкований христиан комментарий на Бережит и назвал его «Книготворение». И комментарий на Кагелет. Что тоже, в общем, вот эти все перечисленные произведения, которые неизвестны Якуб Аль-Киркисане, можно ему доверять его свидетельству, нельзя доверять ему свидетельству. Некоторые исследователи принимают эту версию относительно вот таких вот, так сказать, смен религиозной принадлежности Аль-Мукамиса. Некоторые не принимают. До нас дошел, в общем-то, один трактат Аль-Мукамиса, который называется «20 глав». И этот трактат издан Сарой Струмзой, исследовательницей такой. Вопрос, где это Несибинна? Мне кажется, что это в Сирии. Я могу ошибаться, на самом деле. Точно не знаю, но мне кажется, что это где-то в Сирии. И этот трактат конкретный, 20 глав, возможно, мы почитаем даже отрывки из этого трактата, он тоже дошел до нас в неполной форме и с большим количеством лакун каких-то. Но, тем не менее, вот он издан, и были найдены какие-то рукописи в Каирской генезе, которые помогли восстановить этот трактат. Но этот трактат является отнюдь не философским, как пишет Фракисани, хотя, возможно, что он и представители Каламы считают философами. Этот трактат выдержан в духе Калама. То есть, если ориентироваться только на этот трактат, то Аль-Мукамисон скорее теолог, нежели философ, хотя элементы философии в Каламе присутствуют, и о Каламе мы будем говорить с вами в следующий раз более подробно, как и, возможно, о Дауде Аль-Мукамисе, и, возможно, я уже сказал, почитаем отрывки из его произведения вот этого 20 глав. И, наконец, Адья Гаона, о котором я говорил в прошлый раз, Ибн Юсуф Аль-Фаюми, Сфаюма, поэтому Аль-Фаюми, это Египет, и в его оперу принадлежит теологический трактат, книга «Верование и мнение», цифер «Имунот деот», который был переведен довольно рано, относительно рано, когда все произведения еврейских авторов, написанные на иудеоарабском, стали переводиться на еврит. Вот, была такая династия Ибн Тибонов, и вот Иуда Ибн Тибон перевел, например, Иуду Аль-Фаюми, и вот в том числе и Сафир Аль-Фаюми, тоже был примерно в тот же период, тоже был переведен на еврита. Вообще говоря, все вот эти авторы, они писали на арабском языке. И про Саадью мы, естественно, тоже будем говорить более подробно. Я про него в прошлый раз рассказывал, поэтому для краткой характеристики, я думаю, этого достаточно. Что здесь важно отметить? Вот появление этих авторов, вы видите, примерно это один и тот же период, Саадья, самый молодой из них. И можно было бы сказать, что вот в рейсках философско-теологическая мысль зародилась в середине IX века, вот появились какие-то авторы. Но мне кажется, что эти авторы и Ицхап Исраэль, и Аль-Мукамис, они были скорее авторами-одиночками. А Аль-Мукамис вообще, мы видим, такая фигура довольно проблемная, такой ищущий человек. И они, наверное, если бы не Саадья Гаон, они бы, скорее всего, остались как бы, возможно, нам не очень известными. Если бы еврейская культура не претерпела вот те изменения, которые принес Саадья Гаон, возможно, о них бы особо никто ничего не знал. То есть это были бы такие маргиналы. Но в силу того, что Саадья сделал легитимным занятие философии, теологии и остальными жанрами, которые скорее относятся к греческой культуре, по жанрам, жанрово относятся к греческой культуре, нежели к талмудической, к той, которая сформировалась в эпоху Мишны и Талмудов, то нам, возможно, это были бы действительно маргиналы, о которых мы бы мало что знали. Ну и сегодня мы с вами поговорим более подробно о Ицхаке Исаэле. Давайте я на всякий случай напоминаю ту картинку, которую нам нужно держать перед собой. Это разные вот эти направления, направления мысли. Ортодоксия, теология, философия, мистика. Это в культуре исламской и, соответственно, в культуре еврейской мы видим, что нет ортодоксии, или точнее, ортодоксия после революции, произведенной Саади и Гаоном, по сути дела, с точки зрения теологической, подчеркну, не с точки зрения аллахи, понятно, не с точки зрения еврейского закона, а с точки зрения теологической, ортодоксальная доктрина, она, собственно говоря, стала доктриной мотозелитского калама, или приблизительно мотозелитского калама, скажем, более осторожно, а каких-то оппонентов в Саади, собственно говоря, в еврейской культуре не было, и тем самым еврейская культура приобрела вот этот рационалистический крем, который, собственно говоря, с тех пор ее и сопровождает, на протяжении всех средних веков, но можно сказать, что и в новое время тоже еврейская культура оказывается более рационалистической, нежели ислам или христианство. И, соответственно, те же направления философии, что и арабская или исламская мысль, а именно не о платонизм, а о аристотелизм, о которых мы пока еще не говорили, поговорим подробнее, они существовали и в еврейской культуре, и элементы мистики тоже присутствовали в произведениях некоторых авторов 10-12 века, подчеркну, да, то есть мы сейчас не говорим про кабалу, которая возникла в 13 веке, мы говорим про элементы мистики, а именно суфизма, которые проникают в те или иные произведения еврейских авторов. Но прежде чем возникли вот эти направления, ну, направления которые можно было бы назвать неоплотанизмом или аристотелизмом, на самом деле в 9 веке и в исламской мысли существовала как бы такая сборная солянка разных идей, которые те или иные авторы подчерпывали из различных произведений греческой культуры, которые переводились на арабский язык. и вот это явление некоторые авторы так исследователи так и называют синкретизм такой, когда собственно говоря тот или иной автор не различает определенного направления философского, а просто как бы читает разные научные книжки, он читает словно говоря журнал наука и жизнь, который выпускает тексты самых разных авторов английских и для него все это вместе представляет из себя философию или науку, как мы бы сегодня сказали. Ну часто это называют натурфилософией, то есть собственно говоря это такое естество знания определенного рода. И состояло оно из вот таких вот разных элементов, перемешанных в разных пропорциях. Это и метафизика позднего неоплатонизма имеется ввиду от плотина на этот третий век до Ямвлихан предположим или Прокла. Это числовая мистика пифагорейцев, это логика и здесь конечно Аристотель играет важную роль логические проктаты Аристотеля. Психология Аристотеля и его комментариев имеется ввиду, что имеется ввиду под психологией. Это книга Аристотеля наука о душе, которая была очень популярной, которая комментировалась в поздней античности в том числе и дошла с некоторой комментаторской традиции до представителей исламской мысли. Это и медицинские учения Гиппократа и Галена, и космография Птолемея, и геометрия Евклида. Все вот это вместе перемешивалось в разных пропорциях разными авторами, и они писали свои труды, которые на самом деле являлись трудами не оригинальных философов, а скорее такими являлись сборниками, то есть компиляция определенного рода, в которой намешано всякое разное. и например к такого рода авторам относится очень известный арабский мыслитель Аль Кинди, который некоторые исследователи считают, что он в каком-то смысле принадлежит вот этой традиции аристотеликов, другие видят, что у него присутствуют все те элементы, о которых я сейчас говорил, и скорее его в общем наверное было бы более правильно отнести к вот этой самой натурфилософии, которая предшествует сложившимся философским направлениям. И вот собственно говоря к этому же направлению принадлежит скорее всего можно отнести Ицхака Исраэля. То есть нельзя называть его неоплатоником, его точно нельзя называть аристотеликом. Мы опять же проясним что же это за направление и в чем их характерные черты его скорее нужно отнести именно к вот этой скажем так предфилософской мысли или к натурфилософии такого синкретического свойства. Есть у нас три довольно больших произведения, которые относятся как раз можно их отнести к философии. Это точно не теология, а книга определения описаний, книга об элементах и книга субстанций. То есть это явно философские темы или научные темы, скажем так. И есть одна книга, которую можно как раз считать скорее теологически, это очень небольшой трактат, он сохранился как раз в переводе на иврит, и арабский оригинал, только фрагменты у нас есть, на иврите он называется Сефир Гаруах в Эгенефиш и вот эта книга о духе и душе, она действительно с одной стороны он пишет ее как врач, а с другой стороны переходит постепенно на тему бессмертия души и это скорее уже не философский трактат, а теологический или мы могли бы его отнести к теологическому. Вот это произведение Искака Исраэля и мы с вами попробуем почитать в переводе такого очень известного исследователя первой половины 20 века Борисов был такой известный исследователь, которого многие по сей день вспоминают как действительно очень яркого исследователя арабской мысли. вот в его переводе с арабского мы почитаем несколько фрагментов из книги о субстанциях. Мы не сначала начинаем, да, ну, собственно, там все равно текст фрагментарный, да, то есть у нас полного трактата нет, он с лакунами, и мы просто, я выбрал определенный фрагмент, который в каком-то смысле, с которым будут перекликаться произведения последующих авторов еврейских, и поэтому любопытно будет сравнить с тем, что пишет по этому поводу Исраэль. Пишет он так, если выяснилось, что разум не является для души ни субстанцией материальной, ни субстанцией формальной, то остается лишь признать, что он есть субстанция, состоящая из материи формы. Вы видите, что есть понятие материи и формы, это понятие аристотельские, в Аристотеле есть материя и форма, форма это то, что определяет некую вещь, сущность, это то, чем она, собственно говоря, является, а материя это то, из чего она как бы состоит, то есть это что и из чего. простые примеры понятно, то есть мы можем привести совсем уж примитивные примеры, вот стул, у него есть форма, форма стула, это не, она, естественно, что не важно, какой он, с длинной спинкой, с маленькой спинкой, с круглым сидальщим или с квадратным, не в этом форма, форма стула это вещь, на которой можно сидеть, вот так определяется форма, а материя это материя, с чего он сделан, то есть это может быть железный, пластмассовый, деревянный и так далее, это материя, с которой он состоит. Так вот, по ходу своего изложения Пицца Хрисоэля ставит вопрос относительно того, что такое, вы видите, эта книга называется, книга о субстанции, что такое субстанции, субстанция это как бы то, что есть несколько разных определений субстанции, но в общем, это подлежащее, то есть это латинское слово, это то, что является основой, основой вещи, то есть в каком-то смысле понятия формы, понятия субстанции, они коррелируют одно с другим, и он пытается выяснить, что является, чем является разум, то есть какое место занимает разум в иерархии существующих веществ, и вот он говорит о том, что по-видимому следует, приходит к выводу, сейчас мы не будем выяснять, как он приходит к этому выводу, он говорит о том, что разум это самостоятельная субстанция, которая тоже состоит из материи и формы, но если разум состоит из материи и формы, то ясно, что материя и форма предшествуют ему по природе, и следовательно, очевидно, что первыми были созданы две простейки, простейшие субстанции, и что разум образовался от них. Эти две простейшие субстанции для него, это и есть, собственно говоря, материя и форма. То есть материя и форма предшествуют в каком-то смысле, предшествуют разуму, формально предшествуют. Вот есть то, что является абстрактным и обобщенным понятием материальности и формальности этой формы. И из этого состоят все существующее состоит, то есть раскладывается на материю и форму, в том числе и разум. В этом здесь есть определенного рода и полемика в том числе, потому что есть представление о том, что разум является первой субстанции единственное, он говорит о том, что нет, есть простейшие субстанции, материя и форма, из которых вот этот самый разум состоит. И дальше он говорит так, дойдя в нашем изложении до этого места и разъяснив то, что мы желали привести как ответ возражающий нам в доказательство первозданности двух простейших субстанций, вот этой самой материи и формы, обратимся к обещанному нами объяснению причин различности субстанций и предшествования них друг к другу по духовности и степени. То есть он переходит к описанию иерархии субстанций, да, или иерархии существ, мы могли бы сказать, да, или сущностей, потому что иногда субстанция, в общем, есть и такое греческое слово «се», которое означает как раз сущность, и это тоже переводится на латинский язык как субстанция, поэтому здесь есть в самом понятии субстанции некоторая такая неясность. То есть не всегда понятно, не с контекстом можем понять, о какого рода субстанции идет речь, о субстанции как субстрате какого-то конкретного предмета или о субстанции как некой сущности, которая может к которой может сводиться или на которой может основываться все существующее. То есть, например, для некоторых греческих философов субстанцией является вода, для некоторых воздух, например, это субстанция, то есть это то, что является субстратом всего сущего, всего существующего. Вот в этом смысле субстанции. А с другой стороны, мы можем говорить о субстанции какого-то конкретного, какой-то конкретной вещи. Но он говорит как раз об этой иерархии, иерархии этих самых субстанций или существ. И он говорит, я утверждаю, что это зависит от трех причин. Во-первых, от того, как распространяется свет, созданный могуществом и волей. Во-вторых, от того, как получают субстанции этот свет одна от другой. И в-третьих, наконец, от различия, существующего между дающим и воспринимающим актом давания и актом восприятия. Давайте попробуем воссоздать эту самую картинку, которая у нас возникает даже на основе этого маленького фрагмента. Получается следующее. Он говорит, есть две простейшие субстанции логические. Это материя и форма. материя и форма, из чего будет состоять все. Из этих самых материи и формы куются разные остальные субстанции. И эти разные субстанции, они выстраиваются в определенную иерархию. Иерархия зависит от чего? Она зависит от того, как распространяется свет. Вы видите, про свет он пишет созданным могуществом и волью. Мы задаем вопрос, а могущество и воля это что? Это кому они принадлежат? Могущество и воля. Понятно, что есть у нас простейшие субстанции формы и материя. Могущество и воля по-видимому субстанциями не является. Это некий элемент действия. Если это элемент действия, то он может быть приписан Богу, перводвигателю или чему-то тому, что создает весь универс. И тогда получается, что могущество и воля это действия по созданию субстанции и создание субстанции связывается им с распространением света. Значит, через могущество и волю вот творец с большой буквы предположим, так его назовем пока, он начинает распространять свет, и та субстанция, которая получает больше света, она, естественно, находится на самом высоком уровне, а другая находится, кто получает свет уже от нее, находится на уровне ниже. Вот он поэтому и пишет, что с одной стороны это зависит от распространения света, с другой стороны это зависит от того, как одна субстанция получает света в другой, и, наконец, различие между тем, что дает и тем, что получает. Вот это различие между дающим и воспринимающим или актом давания и актом восприятия тоже является частью построения вот этой самой иерархии существа. Ну, хорошо, если у вас есть вопросы, кстати, когда мы читаем, то вы можете меня перебивать, задавать вопросы, спрашивать и так далее. То есть, когда у меня какая-то лекционная пауза, то лучше подождать и задать вопрос после того, как я ее закончил, а когда мы читаем, вы можете перебивать меня и задавать вопрос в любой момент. Дальше он говорит вот что. Что касается того, как распространяется свет от могущества и воли, то мы уже объяснили, что начало его отлично от его конца и середина его от обеих сторон. Видите, под распространением света он что имеет в виду? Здесь можно было бы считать, что свет распространяется равномерно. Это могущество и воля посылает свет равномерным образом. Он говорит, нет, не равномерным образом. Он где-то уже объяснил, что начало не то же самое, что конец и середина тоже отличается от начала и конца. То есть распространение света неравномерно. Ибо в своем начале он таков, каким исходит от могущества и воли и нет в нем тени или тьмы, которые замутили бы его и огрубили. Конец же его имеет множество теней и различных затемнений, которые мутят его и огрубляют. Что же касается середины, то она как бы удерживает обе стороны в состоянии равновесия. И если кто-либо возражая скажет, разве великий и преславный творец, видите, появляется творец, не в состоянии создать свет, вкладающий всю дуравную степень затененности, начало которого было бы подобно его концу, а середина обеим сторонам, то мы ответим на подобное возражение. Мы уже дали достаточный ответ, однако здесь необходимо сделать некоторые дополнительные разъяснения. А им следует заметить, что первое из созданных вещей возникает сообразно возможности материи подвергаться воздействию. Помните, он говорил, что то, как подвергается, то, как принимает свет, тот, кто, вернемся сюда, он говорит, что существует различие между дающим и воспринимающим актом давания и актом восприятия. И здесь получается так, что материя сообразна возможности материи подвергаться воздействию, а не сообразна могуществу ее творца и создателя. То есть зависит от того, на что влияют. Никто влияет, влияет творец. Зависит от того, на что он влияет. В зависимости от того, какого рода материя воспринимает это воздействие, от этого зависит то, что будет воспринято этой самой материи. Однако ни в коей мере не является возможным чтобы могущество ее творца и создателя возникает сообразно возможности материи подвергаться воздействию, а не сообразно могущество ее творца и создателя. Однако ни в какой мере не является возможным чтобы свет исходящий от тени какой-либо субстанции был подобен свету распространяющимся от могущества и воли свободному от всякой тени и затмения. То есть могущество и воля творят некую субстанцию, а дальше продолжение распространения света идет через эту субстанцию. То есть не могущество и воля распространяется на все субстанции одновременно, а она творит только первую субстанцию, первая субстанция передает свой свет дальше. Ведь тогда бы свет вернулся в момент утворения и создания и все сотворенные вещи стали бы равны друг другу и уничтожилась бы разница между общим, частным и мудрость лишилась бы силой всей субстанции кроме разума и перестала бы существовать небесная сфера с ее формой и прекратились бы возникновения и исчезновения термин аристотельский темперамент и смешение темперамент и смешение на самом деле это синонимы темпераментум это и есть смешение что переводится например на иврит как мезе сочетание и сопряжение справедливость и уравнение истина и ложь награда и наказание то есть все эти так сказать оппозиции их бы не было если бы свет распространялся в равной степени на все субстанции получается что Исхак Исраэль утверждает следующее то для возникновения вот этих самых оппозиции в том числе истина и ложь сопряжение и сочетание справедливость и равенство здесь написано уравнение имеется в виду и возникновение и уничтожение вещей все это обусловлено способом сотворения вещей этот способ это не распространение света который излучают творец с помощью могущества и воли а за счет того что этот свет распространяется через сотворенные субстанции отсюда ясно что сотворенное творцом великим и преславом есть наисовершеннейшее и наилучшее ведь Господь наш высок великую высоту и еще кусочек что касается различия субстанции сообразно тому как они получают свет отна от другой то здесь существует несколько типов и теперь он переходит собственно говоря к тому как происходит вот эта передача света творца от одной субстанции к другой так есть субстанция принимающая свет от могущества и воли самой своей сущностью без какого-либо посредника таков разум воспринимающий свет мудрости своей сущностью без посредства какой-либо другой субстанции видите что простейшие субстанции они неслучайно названы простейшими субстанциями материя и форма здесь не участвуют разум действительно является первой сущностью хотя он состоит из материи и формы он является первой субстанцией которая получает вот этот самый свет благодаря могуществу и воле творца без посредства какой-либо субстанции которая находилась между ним и мудростью благодаря этому мудрость стала сущностью и субстанциональностью разума другие же субстанции получают свет через одного посредника или двух посредников или трех или даже более так разумная душа получает свет мудрости через посредство одного лишь разума животная душа получает его через посредство разумной души и разума растительная душа получает его через посредство животной души разумной души и разума вместе а природа через посредство двух скотских душ это животное и растительное и тех субстанций которые над ними Телесная же материя, телесная форма, я разумею, стихии и их качество, здесь написано стихии, стихии, конечно, и их качество, они получают свет через посредство природы и тех субстанций, которые над ней. Другими словами, мы сейчас видим описание вот этой самой иерархии, иерархии существ, которые мы можем теперь себе нарисовать или как-то там зафиксировать. Итак, есть разум, как первая субстанция, которая получает непосредственно от Творца, благодаря его могуществу и воле, свет, как он говорил, или мудрость. Здесь еще теперь мудрость является своего рода таким аналогом или иным названием этого самого света. Свет мудрости, возможно, тот свет, о котором он говорил, это и есть свет мудрости. А дальше этот свет разум передает куда? Он передает душам. То есть разум является универсальной какой-то вещью, которая не относится к душе, а есть души. Отдельный вопрос, какие это души? Это души конкретных существ или это души, что называется, мировые души, универсальные души? Есть душа разумная, она получает свет от разума. Есть душа животная, она получает свет уже и от разума, и от разумной души. Есть душа растительная, которая получает свет посредством вот этой цепочки. Но после этого он говорит еще и о природе. Что он имеет в виду под природой? Природа, и он имеет в виду, как мы видим, стихии. Стихии – это что? Это четыре первоэлемента. И, по-видимому, те существа, которые из этих четырех первоэлементов состоят. Потому что разумная душа, животная душа и так далее, они в каком-то смысле не являются частью природы. Мы не можем сейчас сказать, не являются материальными, потому что у него материя и форма – это простейшие субстанции, из которых состоит все. Поэтому, по-видимому, он подразумевает, что и душа – разумная, животная, растительная – они тоже состоят из материи и формы. Какая материя – это уже другой вопрос, но они все в определенном смысле материальны. Есть материальность природная. Материальность природная – это то, что состоит из четырех элементов. Души не состоят из четырех элементов, хотя у них есть некая материя. Они состоят из телесной. Вот он сейчас и говорит про это. Телесная же материя и телесная форма. Я разумею, стихия и качество получает свой свет посредством природы и тех субстанций, которые над ней. То есть телесность и материальность для него не одно и то же. А если так, то разум, воспринимая свет мудрости своей сущностью, без всякого посредника, совершенно лишен невежества, и знания его полно и совершенно. А ведение его чисто и беспорочно, ибо свет его и сияние его делали бы их мутными. Нет, опять я перескочил. Ибо свет его и сияние его таковы, какими они исходят от могущества и воли, и не появляются в них ни тени, ни тьмы, которые делали бы их мутными. Поэтому разум обладает истинным знанием вечных, неприходящих вещей. Что же касается разумной души, то приобретая свет свой через посредство отблеска разума и его тени, она становится грубой и овладевает ей невежество, вследствие чего она нуждается в науке и упражнении, чтобы сделать действительным то, что заключено в ней потенциально. То есть, если говорить о разуме, то разум обладает совершенным знанием, и там нет вообще никакой тени. Потому что, собственно говоря, между творцом и разумом нет ничего. То есть свет, лучащийся, свет мудрости, лучащийся от творца, благодаря его могуществу и воле, сейчас мы об этом поговорим, почему здесь могущество и воля играют какую-то важную роль. Так вот, разум непосредственно получает этот свет, а разумная душа уже нет, она получает свет от разума, и там появляются элементы тени, то есть тьмы, и благодаря, или из-за этого, точнее, не благодаря, а из-за этого, она может оказаться невежественной. То есть, ей не свойственно знание вечных и неприходящих вещей. Ей необходимо упражнение. Ей необходимо перейти из потенциального состояния в действительное. Это тоже очень важный момент в аристотелевской как раз философии. Это переход от потенциального состояния к актуальному или к действительному, как здесь переводит Борисов. Все вещи у Аристотеля, все сущее, все сущее, оно имеет некий потенциал и может быть актуализировано. Этот потенциал может реализоваться. Далее, он говорит, животная душа, получая свой свет от тени разумной души, еще более затмевается и мутнеет. И она лишена способности исследования, развлечения и нуждается в телесных чувствах. Здесь вообще нет способности познания. Да, есть телесные чувства. Поэтому она обладает лишь способностью предполагать, воображать. Вы видите, воображение переносится в область неразумной души, а в область души животных. Причиной чего являются одни чувства без участия разума. То есть животная душа, ее способ восприятия – это способ чувственного восприятия, не интеллектуального, не разумного, а чувственного, без участия разума. Затем, что касается растительной души, то она, получая свой свет лишь от тени животной души, в большей степени, чем остальные души, подвержена затемнению. Она лишена душевного качества и душевного чувства, обладая лишь естественным чувством, то есть страстью к воспроизведению, а поэтому она тяжела и связана со своим местом на земле. Имеется в виду, что растения не двигаются. Что касается далее природы, то будучи наиболее удаленной от истинного света и чистого сияния по причине многих посредников, находящихся между светом и нею, она в наибольшей степени подвержена тене и мраку, и став телесной недоступной созерцанию индивидуумов. Ну и дальше у нас лакуна, которая, по-видимому, по логике вещей, из Касраэля должен сказать, что индивидуумы могут познавать то, что мы обнаруживаем в природе. Значит, этот фрагмент, который мы прочитали, является удивительной смесью, которая на самом деле в дальнейшем будет сопровождать еврейскую мысль, еврейскую, арабскую мысль на протяжении всех средних веков. Это удивительная смесь неоплатонизма и аристотелизма. От Аристотеля есть понятие формы и материи. Есть понятие потенции и актуальной сущности. А от неоплатонизма здесь присутствует так называемая теория эманации. Что такое теория эманации? Прежде чем я перейду к изложению теории эманации, я задам вам вопрос, все ли понятно и нет ли у вас вопросов. Можно спросить такую вещь, я не знаю, может, еще рано спрашивать, но очень такую общую считается еврейской философией. То есть что тут от еврейства, кроме того, что есть создатель? Очень хороший вопрос и как раз очень своевременный вопрос. Ничего еврейского здесь нет. И в принципе в произведениях Иска и Израиля мы, кроме вот этого произведения, которое я назвал теологическим, давайте вернемся к его произведениям, и книга «Определение описаний», и книга об элементах, и книга субстанций, они являются просто научными под меркам того времени, Дармут называют исследователи натурфилософии, научными произведениями. Не потому что Иска и Израиль – исследователь, который излагает свою собственную теорию, нет. Он является, как и многие арабские, в том числе его коллеги того времени, он является компилятором. То есть он из каких-то… Есть источники, я их назову, которыми он пользуется, на которые он опирается, и он в каком-то смысле их конспектирует или пересказывает. Это не то, что Иска и Израиль, значит, вдруг проснулся в один прекрасный день, и у него возникла вот такая вот теория. Нет, эта теория – это на самом деле не что иное, как некое сочетание тех вот, условно говоря, научных изысканий, которые подчеркнуты из греческой традиции. Ничего еврейства в этом нет. Потом это как-то возвращается, ну, сами понятия, по крайней мере, так я понимаю, да, то есть там на каком-то этапе в иудаизм, да, то есть взор, а там можно что-то найти или где-то, я не знаю. Ну, совершенно верно. Мы поэтому, собственно говоря, вот и… Поэтому мы и занимаемся этими. Этим мы и занимаемся, да. То есть, вообще-то говоря, история мысли – это своеобразная археология понятий, да, то есть занимаясь историей мысли, мы понимаем, откуда растут корни тех или иных концептов и понятий, как они трансформируются, да, как они попадают, да, то есть на определенном этапе вот эти все вещи, они станут, ну, прямо важнейшей частью еврейской действительности. Ну, да, то есть его заслуга в том, что он, так сказать, будучи евреем, все привлек внимание, в конце концов, ввел, значит, внимание вот к этим терминам других позже. Ну, даже я бы так не сказал, то есть навряд ли, как Исраэль, имел в виду привлечь внимание, хотя может быть, да, то есть, возможно, выступал как популяризатор. Нет, я понимаю, я говорю невольно, как бы непроизвольно. Ну, да, 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 ну, мы еще увидим, какое отношение к нему было в самой еврейской философии, еврейской традиции, ну, вот книга, например, о духе и душе, она как раз является еврейской, именно потому что она является теологической, да, он приводит там стихи писания, которые говорят о душе и о духе, и когда он говорит о посмертном существовании, то ему приходится его доказывать каким-то образом на основе, в том числе, стихов, и тогда вот эта его книга, книга о духе и душе, не случайно она сохранилась как раз в переводе на иврит, а остальные так и остались в арабском, как бы, своем оригинале, там действительно есть нечто еврейское, а пока здесь ничего действительно еврейского нет. Я понял, спасибо. Ну, хорошо, если нет вопросов, то давайте перейдем к тому, что такое теория имманации. Теория имманации у нас сформулирована в произведениях Плотина, а именно в его инеадах. Инеады – это такой, можно сказать, сборник, сборник произведения Плотина, или Плотина, более правильное ударение, Плотин, которая состоит из шести частей, и в каждой из частей девять глав. Собственно говоря, поэтому название инеады идет от девятки, да, это девятка, и поскольку каждая из частей состоит из девяти главок, поэтому этот сборник называется инеадом. И в предисловии, вот, видите, пятая часть, да, вторая глава, о происхождении и порядке существ, которые следуют после первого. Мы сейчас читали у Исхака Исраэля тоже порядок существ, да, то есть иерархию существ. Эта иерархия существ описана и у Плотина тоже. Мы сейчас прочитаем предисловие, на самом деле предисловие издателя этого трактата, это не сам Плотин пишет, а издатель, как бы обобщая то, что было сказано перед этим. Мы воспользуемся этим кратким изложением, чтобы не читать на несколько глав Плотин. Первоедино есть все, и вместе с тем одно из существ. Начало всего не может быть совокупностью всех существ. Начало есть лишь в том смысле, что все к нему сводится, и из него исходит. Строго говоря, в нем все не есть уже, а еще только будет. Каким же, спрашивается образом, от первоединого, простейшего и тождественного, который не содержит в себе никакого различия, даже двойственного, произошло все множество существ. Это вопрос, который как бы будет мучить всю средневековую философию. Как, собственно говоря, произошло творение, как произошло, для чего, собственно говоря, совершенному, простому, единому и так далее, для чего необходимо творение. Ну, вот и Плотин задает такого же рода вопрос, который на самом деле не имеет возможно никакого отношения к религии. То есть он осуждает просто о генезисе существ. Это то, что его интересует. И изначально его предположение, что вот это самое первоединое, некое первосущество является простым, тождественным, не имеющим никаких различий. Все могло и должно было произойти от него, именно потому, что он не есть ни что-либо из всего этого всего, ни все вместе. Для того, чтобы сущее получило бытие, необходимо, чтобы первоединый сам не был таким же существующим, а был отцом существующего. Отцом сущего, а сущего, чтобы было его первым рождением. Так как первоединый есть все совершенные, так как он никого не ищет, не имеет никакой потребности, никакого желания, то сам он как бы через края всем переполнен. Вот это переполнение и произвело нечто другое и иное. Это происшедшее от первоединого, иное к нему же устремляется, и обращается, и наполняясь им, получает всю полноту бытия. И так как оно в то же время себя созерцает, то это делает его умом. Вот это самая первая сущность, которая рождается от первоединого, а рождается она от первоединого, потому что он переполняется чем-то, чем светом переполняется, например. А образ света здесь вполне подходит, и плотин его использует. И как бы из него этот свет изливается. И появляется, благодаря этому, появляется некое иное сущее, могли бы сказать в терминах Исраэля, субстанция, которая получает полноту бытия именно от этого света, который исходит от первоединого. И поскольку оно само себя тоже созерцает, помните, мы говорили о философии как созерцание, как бы в том числе себя со стороны, и вот это сущее тоже себя созерцает, поэтому оно называется умом, нус, да, греческое, или разум. И так, насколько этот второй принцип подтверждается на первоедином, и в нем покоится, он есть бытие, истина сущее, а насколько сам себя мыслит, он есть ум. Наконец, насколько он сам обладает бытием, и сам его созерцает, он есть бытие и ум вместе. То есть тождество, бытие и мышление вот в этом первом существе, отличном от первоединого, который как бы порождает, порождает без всякого желания, не имея никакой потребности, и ничего не ища. То есть это порождение происходит как бы само собой. Здесь мы сразу же, наверное, можем заметить, что в данном моменте есть, вот в этом изложении, да, изложении идей плотина, мы видим сходство с Исраэлем, и видим отличие. В чем сходство? Сходство в том, что, да, у него тоже есть вот этот самый творец, и есть разум, который является первосущенцем. Так же, как и здесь ум, который тоже наполняется светом и так далее, который устремляется от творца, и здесь от первоединого. То есть мы просто можем заменить эти понятия первоедины на творец, а ум на разум, и у нас получится та же самая картинка. Но, в отличие от плотина, у Исраэля есть что? Могущество и воля. То есть этот свет распространяется не потому, что он сам по себе излился из этого первоединого или творца, а потому что творец обладает могуществом и волей. Это очень важный момент, потому что для мыслителей монотеистических религий или живущих в религиозном контексте вот этот принцип самопорождения плотина, он не годится. Он не годится потому, что, вообще-то говоря, сотворение мира для всех монотеистических религий, оно, в общем, является актом, волевым актом, которым творец утверждает это сотворенное, он рождает осознанным, как бы образом, мы бы сказали, в то время как первоединая его плотина рождает это в каком-то смысле не озабачиваясь этим, не заботясь о том, что произойдет, просто он вот такой всесовершенный и переполняется через края. Но вот этот момент, то есть момент истечения, и есть, собственно говоря, термин, который здесь вот он переполняется через края и истекает. Истечение – это и есть эманация. То есть вот это понятие эманации – это и есть вот такого рода порождение существ. То есть первое существо, которое порождено первоединным – это ум, и он порождается благодаря эманации. И так возникает вот эта самая теория эманации, плотина, которая является для многих исследователей, является, являлась, по крайней мере, признаком или элементом очень важным неоплатонизма как такового. Плотина – это неоплатоник. И теперь мы читаем текст самого плотина. «Подобно первоединому, и ум, переизбытствуя силами, как бы изливает часть их, и этим производит новое существо себе подобное». Это новое существо, есть образ его точно так же, как сам он есть образ первоедины. Это произошедшее от субстанции и мысли ума новой энергии. Видите, он тоже называет субстанцией, разум или ум. Есть душа мировая. Опять, здесь полная аналогия. Правда, у Исаэля то же самое, да, мировая душа. «Подобно тому, как в произведении ума первоедины пребывает в себе недвижимо и неизменно, так и ум в произведении души. Но душа действует не так. У кого-то включен микрофон. У кого-то включен микрофон, и кажется, вы не спрашиваете меня, а просто разговариваете. У тебя меня можно перебить и спросить. Так вот, так и ум в произведении души. Но душа действует не так, не пребывая всецело в себе. Она, производя свой образ, сама отдается движению. Одной своей стороной она обращена к этому началу, от которого произошла, то есть к уму, и оттуда имеет всю полноту бытия. А другой, она движется в противоположную сторону и производит некоторое подобие себя. Природу чувствующую, животную и растительную. Но от этого она вовсе не отрывается, не отделяется от того высшего начала, которого произошла. То есть она порождает, мы видим здесь вот этот критерий, да, и с одной стороны распространение света, о котором говорил Исраэль, и получение и давание, да, то есть ум дает душе, душа получает от ума, и сама в противоположную сторону тоже производит некое движение, то есть передает себя в природу. У него, правда, термин природа иной, да, природа чувствующая, животное и растительное. Чувствующее, вы видите, животное как чувствующее, оно тоже вполне созвучно тому, что говорит Исраэль. Исраэль тоже говорит о животной душе, как о душе чувствующей. Правда, понятие природы у него и море. Но от этого она вовсе не отрывается, не отделяется от высшего начала, то есть вот ума, от которого получается свет. Душа человеческая тоже простирается до растительной области. Видите, у нас есть здесь два понятия души. Душа мировая, душа мировая разумная, душа мировая животная, душа мировая растительная. А здесь теперь я чуть-чуть от человеческой души. И человеческая душа тоже простирается до растительной области включительно, в том смысле, что и эта область получает от нее жизнь, но она не вся уходит в растительную функцию, а присутствует здесь лишь настолько, чтобы произвести эту низшую природу и печься о ней между тем, как высшей своей частью, она стоит в связи с умом, в связи с умом, который всегда пребывает в себе. То есть человеческая душа обладает всеми тремя стратами, а именно разумной душой, животной душой и растительной душой. И в этом смысле она является отражением того универсального конструкта, который плотин нам рисует как некое создание существ вообще. Получается, есть первоеденный, он порождает разум или ум, ум порождает мировую душу разумную, он, правда, не прописывает отношения между разумной душой и животной. У Ицкака Исраэля это как раз есть, да, разумная душа пребывает свой свет на животное, животное, на растительное. Дальше он говорит о природе. То есть детализация несколько иная, чем и плотина, но заимствование здесь более-менее очевидное. Хотя это заимствование было произведено не от плотины, а скорее всего из тех произведений, комментаторов, неоплатоников, которые обрабатывали вот эту идею плотина, может быть, более позднее. Это нужно, опять же, отдельно смотреть. Прокол, Ямлих, которых я уже называл, да, или какие-то комментаторы, которые, кроме всего прочего, есть еще переводчики на арабский, потому что он читал же это, естественно, не в оригинале, не по-гречески, а на арабском. Так или иначе, вот эта идея, это и есть идея эманации, а именно то, что от некой первосущности изливается энергия, свет и порождает иерархию существ. Семен, я перезвоню, у меня зум. Перезвоню, зум у меня, пока. Каким-то образом происхождение существующего, начиная с первого, идет все ниже и ниже. Причем каждое звено в этом процессе занимает место, сообразное с его природой. Каждое вновь произведенное бытие с одной стороны менее совершено в сравнении с тем бытием, от которого произошло, а с другой сохраняет подобие его в такой степени, в какой сохраняет связь с ним и подчиняется ему. Поэтому, когда душа мировая появляется в растительном царстве, то это значит, что она сюда проникает некоторой частью своей, именно той, которая, будучи самой необузданной, бессмысленной, способна не спасть так низко между тем, как в бессловесное животное входит та часть, которая влечет сюда преобладающая чувственность. Вот чувственность и животность здесь опять связаны. И, наконец, в людей вселяется душа, движимое влечение, рассудка, ума, так как она обладает свойственно ей умом и способностью определять себя к мышлению вообще и к духовной деятельности. Это, собственно говоря, практически совпадает с тем, что говорил лиц, как Исраиле, только у плотина, как мы видим, есть проникновение как бы вот этой мировой души в природу в каком-то смысле, то есть в то, что Исрак Исраиле назвал природой. То есть каждое из существ, оно оказывается проявлением мировой души, то ли растительной, то ли животной, то ли разумной. И в человеке, вот они все три, три эти страты существуют. Взглянем теперь на обратный процесс. Вот этот взгляд на обратный процесс, по крайней мере, в книге субстанций у Исраиля, он отсутствует. А вообще, так говоря, теория эманации, она включает в себя не только процесс порождения существ, но и обратный процесс, вот о котором говорит плотина. Это тоже очень важно, хотя у Исраиля этого нет. Это просто сейчас я излагаю теорию эманации как таковую, источником которой является плотина. Если отрезать побеги или ветви дерева, куда девается оживлявшая их растительная душа? Конечно, возвращается к своему источнику, потому что она ведь не вдали от него, не отделена от него никаким расстоянием. А когда будет выкопан и сожжен самый корень дерева, куда девается бывшая в нем растительная сила? Конечно, возвращается в растительную область души, так как последняя не переменяет своего места и не перестает оставаться там, вот эта мировая душа растительная. Она все время есть там, где была. Точно так же низшая растительная сила не имеет в себе самой точки опоры. Она направляется или вниз, какое-нибудь новое растение, или вверх к высшему началу. Это движение вверх – это часть теории эманации. Есть движение вниз, есть движение вверх. А где же находится это высшее начало? Конечно, в том начале, которое еще выше его, и так до самого ума. То есть до вот этой первой субстанции, именно разума, к которой, получается, есть и вот этот самый обратный процесс, процесс возвращения к этому самому источнику. А это значит, что душа не связана ни с каким местом, не содержится в том принципе, который сам и нигде, и везде. Если же душа устремляется вверх и не достигает самого высшего начала, то она на этой средней ступени живет уже своей силой, которая соответствует этой ступени. Все ее силы – суть ум и не суть ум. Они все – суть ум, насколько все от ума происходит, но в то же время они не суть ум, насколько ум, давай, и в бытие пребывает в самом себе. Она как бы и относится с умом, и нет. Таким образом, мир истина сущего представляет как бы длинную цепь жизни, в которой каждая предыдущая форма производит последующую, а каждая последующая производится предыдущей. Но так как предыдущая не истощается в последней, и ее не поглощает, так как они все друг от друга отлично, и в то же время составляют непрерывное целое. То есть сущности, которые порождают последующую, они в этом порождении ничего не теряют. Так же, как творец, который как бы имманируя, или изливаясь, он на самом деле ничего не теряет. Так же и ум ничего не теряет, когда от него порождается душа мировая с ее тремя астратами. И, соответственно, и душа тоже, проникая в существа подлунные, тоже ничего не теряет. Но здесь еще раз обращу внимание, здесь важен вот этот самый обратный процесс, возвращение к первоначалу. Есть иммунация, есть возвращение к первоначалу. Благодаря тому, что в произведении Исраэля содержится, видите, вот эта теория имманации, которую мы, собственно говоря, прочитали, и которая, как мы видели, видоизменена. Видоизменена. Два важных изменения по сравнению с плотином. И оба этих изменения, они нас отсылают к философии Аристотеля, а не к философии плотина или Платона, где, собственно говоря, недаром плотин называется неоплатоником, потому что, в принципе, его теория, в том числе теория порождения существа, связана с философией Платона. А к Аристотелю это материя и форма как две простейшие субстанции, которые в каком смысле крышую всему вот этому, всей этой иерархии существ и могущество и воля, благодаря которым происходит этот процесс. И если вот этот процесс сотворения существа называется креационизмом, то есть, ну, от слова понятного, да, сотворения, это вопрос средневекового философии, то есть мир сотворен или мир предвечен. По Аристотелю мир предвечен, никто его не творил, по плотину, если даже он и сотворен, то он сотворен не благодаря какому-то волевому акту, а каким-то естественным, так сказать, образом. творца первоединого сложно назвать творцом, он ничего не творит, он просто порождает, просто потому, что из него истекает вот эта самая энергия. И вот эти два момента, они являются ключевыми для тех изменений, которые многие еврейские авторы, мы видим, какие из них в какой степени привносят в неоплатоническую концепцию эманации. Из-за того, что эта концепция присутствует у Исраиля, его некоторые учебники, некоторые авторы называют неоплатоником, но это совершенно неверно, он не неоплатоник, и мы про это тоже подробно поговорим, когда будем говорить о различиях между неоплатониками и аристотеликами. В данном случае появление в его произведении вот этой самой теории эманации, она связана с таким произведением, посредованно связана с таким произведением, как теология Аристотеля. Это очень важно с точки зрения развития мыслей произведения, благодаря которому, собственно говоря, возник некий казус теологии Аристотеля, произведение, которое было воспринято средневековыми авторами, как вы понимаете, как произведение Аристотеля. Почему-то понадобилось очень много лет, несколько сот лет, чтобы разобраться с тем, что это теология Аристотеля представляет из себя фрагменты и не от плотина и, возможно, некоторые фрагменты произведения Прокола, еще одного неоплатоника. То есть, по сути дела, это ошибочное название. Это никакой не Аристотель, а плотин и таким или Прокол. То есть, это неоплатонизм. Это теория эманации в том числе. И получилось так, что те, кто считал себя аристотеликами, они в корпус Аристотеля входило в это произведение. То есть, получилось так, что аристотелики, мы об этом еще вернемся к этому, аристотелики на самом деле тоже часто использовали, они считали это частью философии Аристотеля, и поэтому теория эманации присутствует в их произведениях и с этой точки зрения теория эманации не может являться критерием, методическим критерием для классификации философов Средневекового. То есть, наклеивать бирку неоплатоника нельзя, исходя из того, что кто-то использует теорию эманации. Точно так же дело обстоит и с Ицаром Исраэлем. У него есть по-видимому его источником является такое произведение некого Ибн Хаздая, как доказали исследователи, там есть проигры, которое связано определенным образом с теологией Аристотеля, текстологически связано, и это является одним из его источников. Другим его источником является как раз произведение Алькинди, о котором я говорил, то есть это натур философа, которого некоторые относят к аристотелической традиции, некоторые нет, то есть на самом деле это, как я уже говорил, такой набор, сборная солянка разных представлений, которые каким-то образом соединены вместе, иногда не очень ловко с точки зрения философского инструментария, скажем так. И в итоге, если мы говорим о том, как Исраиль видит мироздание, у него получается такая картинка, то есть это мир, который не поддается постижению, это мир творца, который содержит абстрактные общие принципы материи и формы, это простейшие субстанции, они являются ничем иным, как абстрактными принципами порождения сущего. Это мир разума, у него в других уже произведениях мы видим, что этих разумов на самом деле десять, они получаются в результате эманации первого разума. Здесь он об этом не пишет, здесь у него сразу появляется душа, а в других произведениях мы видим, что есть в него еще и иерархия этих самых умов, то есть разум он не один, а их десять разного уровня. Мир душ, разумное животное, растительное, возможно, мировых душ, и материальный мир, мир природы, он называет это миром природы, который сотворен из ничего, вот эта сотворенность из ничего очень важна, это, собственно говоря, есть библейский концепт, сотворение из ничего, и это и четыре первого элемента, интересно то, что и сферы тоже для него являются частью материального мира, у них, правда, есть у этих сфер, как мы в дальнейшем увидим, концепцию, в принципе являющейся общей для средневековой философии, эти сферы, на самом деле живые существа, обладающие разумом, но сами они являются для него природными, и некие сложные сущности, которые состоят из этих четырех первоэлементов, а именно земля, вода, воздух и огонь, и из этих четырех элементов, собственно говоря, из их смеси состоят все сущие, они называются сложными, в отличие от первоэлементов, которые являются простыми, а также сюда же относятся и то, что сотворено человеком, предметы, сотворенные человеком, они тоже являются, из Хакисраэля их относят к природе. Значит, мы с вами таким образом познакомились с некоторым фрагментом, и наше сегодняшнее занятие, оно в каком смысле является примером того, что я собираюсь делать в рамках наших встреч, поэтому курс назывался «Авторы и их тексты», мы читали довольно много, и мне кажется, что это важно, важнее, чем если бы я просто пересказал концепцию, ту или иную схему того, как видит, например, мир Ицкак Исраэля. Мы с вами прочитали эти тексты, и надеюсь, что благодаря этому как-то более проникновенным, скажем так, будет выглядеть каждый из наших авторов, ну и кроме всего прочего, вы сами это увидите чуть позднее, что тексты, которые мы будем читать, они начинают рифмоваться и перекликаться один с другим. Уже сейчас, может быть, если вы помните предыдущее наше занятие, когда мы говорили о Филоне Александрийском, уже здесь есть определенного рода перекличка, вот этот разум, о котором говорил Филон Александрийский, здесь этот самый разум, они то же самое, это и не то же самое, но это более-менее понятно, опять же, почему, потому что Филон является платоником, а Исках Исраэля, как мы видели, включает в себя его произведение, его мысль включает в себя неоплатонизм, который уходит корнями к плотину, к плотину, и поэтому вот эта перекличка текстов, их что ли, заимствований или отголосков, она, собственно говоря, и есть то, что представляет из себя предмет истории философии, история философии, это и есть анализ того, каким образом происходила трансформация идеи, понятий, концепций от одного автора к другому, и без того, чтобы ощутить это на уровне такого материала чисто текстового, это достаточно сложно удерживать, да, и изложить можно, конечно, но оно навряд ли будет удерживаться. Поэтому вот задумка этого нашего курса, она состоит в том, что мы будем, то есть я не просто расскажу о развитии средневековой еврейской философии, а мы будем еще и довольно много читать текстов. Ну, в том числе, я подумаю, еще тексты Аль-Мукамиса, они сложнее для чтения, чем Исраэль, я подумаю, стоит ли нам их читать, потому что в принципе Аль-Мукамис, скорее, его нужно читать в контексте произведения Каламов, и может быть мы больше времени уделим Сааде Гаону, нежели Аль-Мукамису. Ну, это я подумаю, посмотрим. Ну, собственно, на сегодня все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, буду рад ответить. микрофоны, кажется, вы можете спокойно включать, да, правда же? Ну, друзья, если вопросов нет, то мы прощаемся до следующего четверга. Вам как-то грустно, да, после чтения из-за Исраиля. Это не самая забавная вещь в мире. Я бы сказал, что все это, скорее всего, какой-то, если говорить о рациональности, это ее, собственно говоря, она не строгая, нельзя сравнить, допустим, Платона и Аристотеля в их мышлении, но сам структурализм, да, он как бы начинает смешиваться с религией здесь, мне кажется, сам термин структурализм я бы не употреблял, потому что у нас специальное управление современных кризис. Я понимаю, я, кстати, условно применяю этот термин как в определенных границах. То, что мы можем сказать, что на самом деле и в этом смысле Эмиль правильный вопрос задался на начало, да, что здесь еврейского, действительно ничего, еврейского здесь нет, это проникновение, греческой философии в еврейскую культуру. На примере Исраэля мы видим, как это проникает совершенно без какой-то попытки привязать это, то есть, ну, например, можно было бы сказать, что Творец это наш Бог, Авраама, Якова, например, да, Исраэль этого не говорит, то есть для него это, в общем, более-менее те понятия, которые, в общем, сформулированы в неоплатонизм, на котором, на самом деле, можно сказать, что до там, одиннадцатого века христианской философии, она была ориентирована как раз на неоплатонизм и на неоплатоников, и отцы церкви, например, Августин говорил о том, что философы, настоящие философы, это, конечно, философы-неоплатоники. Почему? Потому что вот эта неоплатоническая концепция, да, в том числе концепция иммунации, очень легко ложится на христианскую доктрину, да, то есть достаточно назвать первоединого отцом, а разум сыном, и у нас все немедленно сверкает определенными красками. Но у Исхака и Исраиля этого еще нет. То есть мы увидим в дальнейшем, каким образом будет производиться попытка совместить, совместить, собственно говоря, те понятия, 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 которые относятся к религии, назовем это так, да, то есть которые относятся к теологии. Теология уже, на самом деле, в себе несет дополнительные понятия какие-то. Так вот, попытка совместить это одно с другим, это, собственно говоря, и есть интрига всей развития средневекового философии, как я об этом сказал с самого начала. То есть попытка синтезировать это, на самом деле, синтез филона Александрийского, и мы увидим, как будет производиться синтез у других авторов. Исраэль не пытается ничего синтезировать, он просто излагает, то есть это тот этап развития, когда человек, видимо, любопытствующий, интересующийся, врач, интеллигент, как мы бы сказали, он почитывает то, что значит почитывают все культурные люди, а что они почитывают? Они читают произведения философов, например, Алькинди или вот этого Ибнхаздая и так далее. Вот он, читая эти произведения, их надо, это тоже надо понимать, я об этом не сказал, возможно, надо бы сказать об этом в самом начале. То есть то, как мы сегодня читаем, это на самом деле очень новая вещь, то есть когда человек просто читает. Почему у нас есть такое большое, сравнительно большое количество произведений, причем в которых говорится более-менее одно и то же в течение средних веков? Потому что читатель, читатель дневековый или античный, он никогда не был просто читателем. Он читал и сразу же записывал, ну, чтобы не упустить. То есть он, по сути дела, писал свои произведения. Но эти свои произведения, они на самом деле являются неким конспектом или некой такой вот переформулировкой того, что он прочитал в других произведениях. И такого рода авторов их очень много. А авторов, которые приносят нечто новое, революционное и так далее в область мыслей, их мало в средние века, по крайней мере. То есть в новое время мы знаем авторов таких грандиозных, которые что-то сильно меняли. Юм, Кант, Гегель, они создавали свои системы и так далее. Средневековых авторов это не так. То есть у нас есть некое поле, поле вот этих текстов, понятий разных греческой философии, собственно говоря, которая переведена и откомментирована определенным образом. И вот на этой поляне разыгрывается, собственно говоря, драма соединения этих текстов с представлениями иудаизма, христианства и ислам. Ислам и христианство начинают эту драму гораздо раньше, а еврейская культура вот лишь как мы видим в девятом веке. Вот такой вопрос возник. Непорочное зачатие считается тоже как бы каким-то целенаправленным актом, актом эманации тоже, то есть это безвлияние, то есть это как бы противоречит с одной стороны это Всевышний, который решил, чтобы у него был сын, или это... Нет, там сложно, там это не так совмещается с непорочным зачатием, там дело не в теории эманации. То есть в теории эманации здесь для христианской доктрины здесь достаточно того, что этот сын, непорочное зачатие здесь как бы не играет большой роли, то есть сын это разум, это логос, это слово. И таким образом... Он зарождается от переполненности сибири. Да, он зарождается от переполненности, но и христианские авторы, вот это могущество и воля, которое упоминает здесь Исраиль, а затем, я забегаю вперед, мы увидим это у Ибн Гвероля, а Ибн Гвероль будет восприниматься христианским миром как некий арабский автор Ави Цербон, а вовсе не еврейский, потому что там тоже нет ничего еврейского в его произведении фон Святая. И его произведение будет чрезвычайно важным для христианской традиции, именно потому что он пропишет вот едва ли не Троицу, то есть в его произведении можно будет увидеть своеобразную Троицу, хотя он в общем ничего такого не имел в виду. Но вот эти неоплатонические мотивы с добавлением таких понятий как воля, волевой акт, они собственно говоря в дальнейшем будут важными для разных авторов, в том числе христианских тоже. Ну а потом позднее опять же тоже забегая вперед, пока не говорили об аристотеле, когда аристотелизм придет в христианскую среду в 12 веке и начнет проникать университеты через переводы арабских еврейских авторов, то это тоже произведет определенную революцию в христианской уже мысли. Ну мы дойдем до этого в общем. А это сложный просвет. Понятно. Урий, а вот такой вопрос, вот это волеизъявление, которое есть там у Исраиля, это аристотелевская идея? Ведь Аристотел считал... нет, это не аристотелевская идея, но это же идея из Библии, ну как бы это творец. Это неизвестно откуда идея, то есть эта идея, она скорее всего содержалась уже у вот этого Ибнхаздая, то есть да, или в теологии Аристотеля. Вот Аристотеля такой, может быть, он же считал, что мир... теология Аристотеля это не Аристотеля, это то, что я сказал, теология Аристотеля это псевдоаристотель, в этом вся как бы интрига, которая заняла довольно большое количество времени, чтобы понять, что бедные аристотелики съели неоплатонизм, и в них он присутствует, элементы неоплатонизма присутствуют даже у таких авторов, которые по сравнению с Исраэлем являются очень осознанно, то есть они прекрасно разделяют это одно, это другое. Исраэль это такой компот, который он прочитал, что это и вот так получилось. Он не разделяет одно от другого, то есть он очень разделяет Платона от Аристотеля, от Платина, от каких-то других авторов. А позднее это развлечение будет, но оно тем не менее не не будет препятствовать тому, что неоплатонические мотивы появятся у Аристотеля. Вот Филон Александрейский, он как бы ближе к еврейству, он как бы не получил дальнейшего какого-то такого... Да, то есть его наследие в еврейской культуре оказалось как бы забытым в каком смысле, то есть его тексты не знали, он писал по-гречески, поэтому вот на христианскую культуру он оказал сильнейшее влияние, а на еврейскую практически никакого, как считают исследователи. Ну, то есть то, что еврейские авторы средневековые не читали Филона до определенного момента, это очевидно там века до 15-х, но мог ли Филон повлиять опосредованным образом, это как бы вопрос дискуссиона. Нет. Ну, хорошо. Да, хорошо, до следующего четверга, всем счастливо. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok